Ини Плющенко подлечился, отдохнул и возвращается на лёд. Вместе с супругой Яной Рудковской спортсмен готовит ледовое шоу мирового уровня «Снежный король». Спецэффекты, декорации, прыжки в четыре оборота. По масштабности обещают обогдать, если не Олимпийские игры, то чемпионат мира по фигурному катанию точно. Эксклюзивные кадры с репетиции в репортаже Паши Мавридия. В обстановке полной конфиденциальности на ледовой арене под Москвой фигурист в белом отрабатывает движение. В роскошной шубе и короне Плющенко сразу и не узнать. По мотивам сказки Андерсона «Снежная королева», фигурист, его жена и ещё компания из 30 человек создают высокобюджетную сказку. Вы король или вы кай? Я король. Что значит вы кто? Кто может быть Плющенко? Естественно, королём, королём льда. Сценарий мы немножечко перевернули. Сегодня первый день репетиций. Снимают промо-ролик для будущей рекламной кампании. Яна руководит процессом от и до. Говорит, после перерыва супруг безумно соскучился по винтам, выпадам и прыжкам. Будет настоящее фигурное катание, а не балет на льду. На роли Кая и Герды пригласили тоже звёзд, Ирину Слуцкую и американца Джонни Вейера. Ради этой роли звезда США бросил карьеру на родине, выучил несколько русских слов и переехал в Москву. Ну, что делать? Женя мой друг, и когда он меня пригласил, я сказал, да-да-да. На съёмочной площадке уже настоящее снежное королевство. Очень холодно. Чтобы мне не умереть от переохлаждения, согреваясь в пуховике и пью горячий кофе. И впереди у Плющенко, Слуцкой ещё три месяца репетиций. И всё время на таком морозе буду им носить чай в термосе с лимоном на репетиции. Ирину Слуцкую холодами и трудностями не испугаешь. Если что, умеет оказать сама себе первую медпомощь. Они немножечко устали и затекли, поэтому их надо немножечко помять. Чтобы кровушка потекла в нужном направлении. В перерывах между выходами на лёд Плющенко едва успевал перекусить. Повариха Елена любимчика баловала деликатесами. Чем сегодня кормили? Любовью, нежностью и заботой. Сам Евгений на здоровье теперь не жалуется. У меня были проблемы со спиной, не с этим. Спина уже давным-давно зажила. И исключено, что вернусь в спорт. Но пока до ближайшей Олимпиады ещё четыре года, свои коньки Евгений будет затачивать в образе короля. Как признаётся режиссёр-постановщик, это ледовое шоу обещает стать мировой сенсацией. По крайней мере, по стоимости. Это затратная история. Скажу, что это дороже хорошего полного метра. Ждут выхода на лёд снежного короля. Паша Мавреди, Андрей Минкин. Новости пятницы. Легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута Шахир.